Четвертая стадия обычного рынка биткоина только что началась. Хотел бы я так сказать, но мы все еще находимся ниже этого красного уровня Фибоначчи. Только его преодоление и закрепление выше него откроет нам дорогу до финального прыжка цены и достижения пика этого цикла. Но как ты видишь, мы коснулись этого уровня тенью свечи и сразу же опустились вниз. Сопротивление на историческом уровне цены до сих пор остается сильным. Поэтому сценарий с походом даже до 59 тысяч долларов, о котором мы говорили в прошлом видео, до сих пор остается актуальным. Впрочем, для этого нам нужно пробить уровень в 69 тысяч долларов, на котором сейчас находится наибольшая поддержка. Далее идут уровни поддержки в 65 тысяч и в 59 тысяч долларов. Еще раз посмотри на ситуацию на графике. Ничего не напоминает? Она похожа на фигуру восходящего клина, не так ли? Кроме этого, у нас есть сигнал на 18-дневном графике биткоина, который тебе точно нужно увидеть. Я нашел видео, в котором трейдер объясняет, что этот сигнал значит и каким последствиям может привести. Этот сигнал несет в себе одновременно и хорошие, и плохие новости. Но прежде чем я переведу этот видеоролик для тебя, не забудь поставить лайк. Это очень помогает каналу, а меня мотивирует на создание нового контента. Большое спасибо за поддержку. Это предупреждение для всех держателей криптовалюты. На графике биткоина только что произошел крест МакДи. В последний раз точно такое же пересечение МакДи происходило здесь, в ноябре 2021-го на второй вершине прошлого цикла. Также это случилось в июне 2021-го на первой вершине рыночного цикла. Эти пересечения МакДи обычно и исторически происходили вот здесь после достижения абсолютного пика, и вот здесь после еще одного пика, и так далее. В 2018 году это пересечение МакДи также произошло после достижения пика. Итак, ситуация накаляется и становится действительно интересной. У меня есть и плохие новости в этом видео, и хорошие. Давай перейдем к делу. Это 18-дневный график биткоина. Причина, по которой я выбрал 18-дневный график, заключается в том, что я хотел минимизировать любые ложные сигналы. Нам нужны четкие, лаконичные и точные сигналы, без ложных данных на графике. Итак, на 18-дневном графике можно увидеть, как работают пересечения МакДи. На этой диаграмме ты видишь темно- и светло-зеленые цвета. Темно-зеленые цвета показывают, что тренд очень сильный. Затем он сменяется более светлыми оттенками зеленого, которые уже умеренно бычьи. Но затем индикатор снова переходит к этим темно-зеленым, которые сигнализируют о сильном бычьем импульсе. Именно тогда мы видим, как цена действительно начинает жестко расти. Когда индикатор зеленый и синяя линия МакДи находятся сверху. Каждый раз, когда она сверху, это очень бычий сигнал. Когда же сверху оранжевая линия, ситуация меняется в противоположную сторону. Обрати внимание на предыдущий медвежий рынок. Оранжевая линия была сверху, а эта гистограмма была красной. И, кстати, недавно она покраснела. Ты видишь, что темно-красный цвет указывает на сильное давление продавцов. Затем он меняется на светло-красный, что означает, что продавцы становятся слабее. Когда мы снова возвращаемся к темно-красному, цена испытывает очень сильное давление. Сейчас мы видим уже 4 красных бара, один из которых был темно-красным, а другие светло-красные. Но главный вопрос. Какие плохие новости я хочу тебе сообщить? И что еще важнее, какая хорошая новость у меня есть? Здесь я хочу вставить свои 5 копеек. Когда мы видим вот такие пересечения, как здесь, это хороший сигнал на покупку. В последний раз такое случилось, когда биткоин стоил 15 тысяч долларов. И что было с ценой биткоина после этого сигнала? Сам видишь. Так что в будущем, когда ты увидишь такое пересечение синей и оранжевой линии внизу, знай, это один из лучших моментов для покупки биткоина. Итак, возвращаемся в ранние дни биткоина. В сентябре 2011 мы увидели это пересечение МакДи. Ты можешь видеть, что гистограмма тогда была зеленой. Затем она сменилась на красную, а потом на кроваво-красную сразу же после пересечения. После этого пересечения можно было без сомнений утверждать одно. Вершина рынка была достигнута. Это не подлежало обсуждению. Ее можно увидеть невооруженным глазом. И это пересечение тоже можно увидеть невооруженным глазом. И да, это пересечение произошло после того, как вершина рынка уже была достигнута. После падения мы перешли к началу бычьего тренда, когда синяя линия была сверху. Спустя несколько лет, в 2014, ты можешь невооруженным глазом увидеть, что вершина цикла уже была достигнута. Затем мы увидели это пересечение, точно так же, как и в цикле 2011. Сначала гистограмма была зеленой. Зеленый цвет, что очень бычий сигнал, изменился с темного на более светлый. Затем сменился на красный и на кроваво-красный, что является плохим сигналом. Так было и в 2011 году. На тот момент это стало вторым пересечением АГДИ в истории биткоина. Первый в 2011 и второй в 2014. Здесь был медвежий рынок, пока оранжевая линия была сверху. Опять же, на 18-дневном графике нет ложных сигналов. Ты можешь увидеть, что здесь произошло пересечение внизу, что переключило рынок на бычий. И следующего пересечения не было до этого момента. Это точно такая же ситуация. Синяя линия пересекла оранжевую сверху вниз. Также видно, что вершина цикла уже была. Спустя несколько месяцев после этой вершины произошло это пересечение, и гистограмма сменилась на красную. Это тот же самый сценарий, который отрабатывает в каждом цикле. Сейчас действительно время обратить на это внимание. Это не шутка. Но у меня есть и хорошие новости, так что оставайся со мной. Здесь тоже был медвежий рынок, пока оранжевая линия была сверху. Это факты, а не обсуждения. Также гистограмма была красной все это время, пока тренд не стал бычим. Помни, чтобы понимать, когда рынок приближен к пику, нужен 18-дневный график. Чтобы понять, когда он ближе к одну, нужен 12-дневный график. Все просто. Кстати, за последние 250 дней у нас нарисовался двухмесячный паттерн свечи Greystone Dodger. Чтобы избежать медвежьего сценария, недельный стахастический РСА и двухнедельный стахастический РСА должны показать два бычьих сигнала. Кроме этого, есть еще один фактор, который биткоину необходимо выполнить для перехода в пятую финальную стадию бычьего рынка. Он должен преодолеть максимум июля. И несколько свечей должны подтвердить уровень выше 72 тысяч долларов в качестве поддержки. После этого мы будем расти очень быстро и масштабно. В противном случае мы рискуем пойти еще ниже. Об этом говорят графики. Я говорил, что у меня есть хорошие и плохие новости. Но сейчас мы вернемся к циклу 2021 года и разберем его конкретнее. Гистограмма сменила цвет с темно-зеленого на светло-зеленый. Затем мы увидели это пересечение. Оно произошло уже после того, как вершина рыночного цикла была достигнута. Мы достигли вершины рыночного цикла, произошло пересечение. А затем у нас была двойная вершина. И это пересечение произошло снова. Оно буквально дважды прикричало рынку, что пора фиксировать прибыль и уходить. И затем мы видели, что гистограмма сменилась на кровавую. А оранжевая линия находилась сверху, весь медвежий рынок. В конце медвежьего рынка мы увидели уже бычье пересечение, которое говорило, что пора покупать. Что было после этого бычьего пересечения? Начался бычий рынок. И он продолжается, пока синяя линия сверху. Когда синяя линия сверху, это бычий сигнал. Затем у нас произошло это пересечение. И гистограмма сменилась с темно-зеленой на светло-зеленую. А затем от светло-зеленой перешла к красной. Это не очень хороший знак. Но я упоминал, что у нас есть плохие и хорошие новости. Так вот, в чем же плохие новости? Плохие новости в том, что происходит прямо перед нашими глазами. На графике есть фактически данные, что это пересечение случается спустя несколько месяцев после достижения вершины рыночного цикла. В каждом цикле, который я показывал, пересечение случалось спустя несколько месяцев после вершины рыночного цикла. Все просто. Здесь не найти обходного пути. Плохие новости просты и очевидны. Я показал много разных данных и все они схожи. Все они имеют одинаковую конфигурацию. Везде одинаковый сценарий. Пункт за пунктом. Движение за движением. Все повторяется. Единственная ошибка на радаре случилась вот здесь. И это то, что может спасти биткоин сейчас. И я упомянул, что у меня есть хорошие новости. Я также упомянул, что есть плохие новости. Мы достаточно четко разобрали плохие новости, верно? Хорошие они или нет, я подаю их тебе прямо и четко. Перед тем, как перейдем к его хорошим новостям, вставлю свои 5 копеек. МАГДИ это индикатор, который помогает трейдерам определять тренды движения и когда они сменяются. Он состоит из двух линий. Если эти линии сходятся, это называется ковергенцией. А если расходятся, то это дивергенция. Ковергенция означает смену тренда. На графике это может отображаться как переход от зеленого цвета гистограммы к красному. В случае с дивергенцией есть два варианта. Если на растущем тренде линии очень сильно расходятся, это экстремально бычий сигнал. Но если на падающем тренде линии очень сильно расходятся, это экстремально медвежий сигнал. Оба случая всегда приводят к мощным движениям. Мощное движение вверх, линии расходятся. Мощное движение вниз, линии расходятся. И еще один случай. Когда линии находятся близко друг к другу и достаточно продолжительное время, это означает, что цена консолидируется и находится в состоянии накопления. Сейчас линии близки друг к другу. Это может быть хорошим знаком для биткоина, который показывает, что мы просто-напросто в состоянии накопления. И возможно у нас есть шанс избежать такого же падения, которое мы видели в 2020. Что мы не хотим увидеть сейчас, чтобы избежать падения? Если эти линии начнут расходиться и при этом оранжевая линия будет сверху, это будет плохим сигналом для рынка. И цена может снизиться. Однако, учитывая, что наша гистограмма вот здесь все еще очень небольшая, маленькая, у биткоина есть окно возможностей, чтобы избежать этого негативного сценария. Впрочем, для меня нет негативного сценария. Для меня любой сценарий позитивный. На большом падении 20, 40, 80% я с удовольствием куплю. Ну а на росте я с удовольствием порадуюсь. Давай перейдем к хорошим новостям. Хорошие новости в том, что у нас есть этот небольшой сигнал. Это единственный случай, при котором у нас было вот это пересечение, но мы смогли спасти ситуацию и вместо падения сделать финальный рывок к историческому пику. Это было в 2019 и 2020. Вот этот сценарий. Взгляни. В этом сценарии у нас была довольно сильная зеленая гистограмма, что хорошо, и говорит обычным движение вверх. Затем она сменилась на светло-зеленую, что указывает на небольшую потерю импульса. Затем мы переключились на маленький красный сегмент. Звучит знакомо? Ведь это происходит сейчас. Мы не переключились на огромный кластер кровавых баров, как это обычно происходило на каждом медвежьем рынке. Здесь мы переключились на небольшой красный сегмент в гистограмме. Это то, что происходит и сегодня. Также знакомым кажется, что у нас был максимум, затем более низкий максимум, еще более низкий максимум и продолжение нисходящего тренда с последовательными более низкими низами. Звучит знакомо? Именно это делает биткоин прямо сейчас. Иными словами, в том цикле, как и в этом у нас формируется бычий флаг. У нас было пересечение на гистограмме глубоко внутри этого бычьего флага, и мы наблюдаем это же и в 2024. Затем у нас был вот этот небольшой красный сегмент гистограммы, и мы наблюдаем это и в 2024. А затем произошел коронавирусный крах. Так что, будет ли еще один ковидный кризис или похожие события, вызванные новостями сегодня? Может ли возникнуть еще один какой-то черный лебедь? Давай разберемся детальнее. Итак, что же произошло? У нас было медвежье пересечение MACD. После пересечения гистограмма сменилась на красный. Затем она перешла на светло-красный сегмент. Когда мы перешли на светло-красный, биткоин показал сильный рост с 6 до 10 тысяч долларов. Это вызвало у людей большой энтузиазм. Однако, если ты понимаешь структуру рынка, ты бы не сильно радовался. Вот почему. У нас были последовательные более низкие минимумы. А затем это огромное ралли, которое не превзошло предыдущий пик вот здесь. Мы много раз говорим о предыдущем пике июля. 71-72 тысячи долларов. Мы должны его преодолеть. Если мы этого не сделаем, то обязательно появится какая-то новость о черном лебеде, как в случае этого падения в 2020. Если мы не преодолеем предыдущий пик, мы обрисуем фигуру двойной вершины. Они что-то придумают в новостях. Это может быть связано с выборами или чем-нибудь еще. Это будет какая-то новость. И все скажут, что это из-за нее. Кризис, вызванный ковидом, не произошел просто так. Никто даже не знал о ковиде. Ковид еще не существовал, но графики уже говорили о том, что это предрешено. Вот на это ты должен обратить свое внимание. Давай вернемся к сегодняшнему дню. Посмотри, что у нас сегодня. У нас есть пик. Затем более низкий пик. Еще один более низкий пик. И еще один более низкий пик. Также мы продолжаем делать последовательные более низкие низы. Также мы перешли от зеленого сегмента гистограммы к светло-зеленому. А затем перешли на красный сегмент. Чего бы нам не хотелось видеть, так это рост от уровня 50 тысяч долларов, а затем провального ралли, если мы не сможем закрепиться выше 72. Если мы не превзойдем июльский максимум цены, тогда произойдет падение, которое может превзойти этот локальный минимум. Точно так же, как это было во времена коронавирусного краха. Хорошие новости в том, что если это повторится, как я сказал, у нас может быть еще один последний рывок к историческому пику, которого мы можем достичь в 2025. Это то, о чем говорят графики. Это факты. Это хорошие и плохие новости в одном видео. Для Стива это плохие новости и хорошие новости. Для меня и то, и то хорошие новости. Если ты тут впервые, подпишись, поделись этим видео с друзьями, поставь лайк. Мы очень близки к отметке в 400 тысяч подписчиков, поэтому мне нужна твоя помощь. Мы сможем добиться этого вместе. Расскажи об этом канале одному человеку. Здесь я показываю только факты, новости и события. Никакой рекламы, никакого спонсорского контента. Ничего из этого здесь нет. Только контент про крипту, экономику и финансовую систему. Спасибо, увидимся в новых видео. До скорого.